Пусть из храма выгнали меня, и я долго не могла прийти в себя, вещи все же в храм я занесла и без улыбки на лице домой пошла. Очень больно и обидно мне за то, что девять лет была я им нужна, а теперь, когда пришла, мне вдруг сказали, вон пошла, и это вроде ни за что и ни про что. Девять лет я в храме прослужила, и в ответ реакцию такую получила. Кришне поклониться в храм зашла, а до этого в список черный я вошла. Нет слов, чтобы это описать, как меня они смеют выгонять. Я получала и давала благодать, а теперь без храма я должна страдать. Боже мой, ну что ж поделать, впредь больше в храме нечего мне делать. Я туда ногою больше не шагну, и без преданных я дальше жить начну. Выгнали вначале Лешу моего, а теперь и меня послали тоже. Ладно, не взлюбили они Лешу моего, но я ж и Леша не одно и то же. Зачем было нужно меня из храма выгонять? Никто не стал мне это объяснять. Яшада Кумар это вправе все решать, но проблем моих ему, однако, не понять. Тут моя отдушина была, мне недостающую я тут любовь нашла. Я как поэтесса здесь себя нашла, спустя две недели, как сюда тогда пришла. Но меня решили вон послать, чтоб не получала я и не давала благодать. Как бы я хотела всем на свете рассказать, как гостей своих преданные умеют почитать. Боюсь, что это общество исчезнет, а преданных таких трясина засосет. Боюсь, что это общество исчезнет, из людей туда никто ведь не придет. Сегодня меня выгнали из храма, но я от этого не брошу петь святое имя Рама. Сегодня меня выгнали из храма, но я не забуду тот покой, что там я получила.